Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Казалось бы, чего мы только не видели в ферме, каких только модов, которые нас бы отвлекали от сельского хозяйства. Но, друзья, нет предела в совершенству и фантазии различных авторов модов. В частности, студия Creative Mesh, которая всем хорошо знакома по дополнению платному шланги и насосы, пошла еще дальше и решила создать такой мод, как Emergency Park. По факту, ребят, мы становимся, благодаря этому моду, местными пожарными спасателями. Для начала давайте посмотрим на то, что нам предлагается. Есть ряд оборудки, которые позволяют как раз-таки участвовать в разнообразных спасательных миссиях. По большей части, в тушении пожаров и деблокировании местных лихачей, которые попадают в ДТП. Конфигурацию, например, этой машинки мановской немного, но нам это и не важно, какие у нее есть конфигурации. Главное, как это все работает, друзья. Поэтому долго не будем оттягивать этот момент знакомства с миссиями и потихонечку будем, друзья, выходить в поля. Ну, как в поля, скорее даже до дороги. Итак, ребятки, что касается этой машинки. Можно немножко с ней поразвлекаться, например, нажав на X и разложить ее. Также можно, благодаря движению мышки, вот это, друзья, вытащить такой штатив. Это, на самом деле, такой светильник. Разумеется, так как эта машинка пожарно-спасательная, здесь полноценно работают негалки, активируются они так же, как негалки, например, на любой технике. Ну, и, помимо всего прочего, благодаря таким, друзья, комбинациям клавиш, как Ctrl-1 или Ctrl-4, мы можем выбирать, во-первых, себе звук нашей сигналки, в которой мы будем мчаться по дороге и разгонять транспорт. Ну, и, опять же, мы можем, собственно, ее саму активировать. Так что, полноценная вот такая пожарно-спасательная машинка. Что касается непосредственно того, как все, друзья, миссии запускаются. Необходимо нажать на U, и далее у нас начинается как раз-таки миссия пожарного спасателя. На старт, где вы будете начинать играть с этим модом, у вас будут такие простейшие миссии, а-ля съехать, съездить на какое-то поле или какую-то точку города, надо, чтобы потушить либо один тюк, либо одну горячую мусорку. И в дальнейшем, по мере выполнения миссии, их каждый раз надо будет перезапускать и закрывать через U, у вас будет больше добавляться деньжат за выполнение этой работы пожарного спасателя. Ну, и, с другой стороны, дальше будете продвигаться в плане миссий посложнее. Ну, например, будет уже не один тюк лежать на поле, а их несколько, как в данном случае, куда мы сейчас начимся тушить на поле несколько как раз тюков. Ну, и плюс ко всему, будут появляться миссии поинтереснее, например, такая миссия, как деблокация пострадавшего в ДТП водителя. Отдельно замороченная миссия, но не мы чуть позже посмотрим. Хватает там тонкостей и моментов, конечно же, надо привыкнуть к механике того, как все выглядит. Учитывая, например, что ваш сегодня покорный слуга, друзья, признаюсь честно, откровенно, с дикого перепоя, поэтому мне было просто очень по приколу поиграть с этим модом, потому что, ну, знаете ли, как какой-то дурости не хватало в продолжении вчерашнего вечера. Ну, почему бы не такой, собственно, мод, который, ну, никак не связан с сельским хозяйством. С другой стороны, в общем-то, дает такую пищу для ума поломать его. Что касается, ребят, миссии, как видите, вверху появляется у нас шкала прогресса. То есть вы прекрасно видите, насколько вы близки к завершению задания. Что касается миссии с тюками, тут главное выбрать нужную сторону, с которой эти тюки надо тушить. В противном случае можете потом нарезать не один круг вокруг тюков, чтобы понимать, когда же эта шкала, она, конечно, заполнится. Потому что она может двигаться назад, так как тюки продолжают гореть. И вот главное выбрать правильную точку, к которой вы подойдете и начнете тушить. Тогда у вас, в конце концов, эта миссия завершится, вот как сейчас у вас появляется соответствующее предупреждение. Так что можно на ум спокойненько сворачивать эту миссию и запускать по новой следующую. Как, например, вот эта миссия, которая появляется в процессе продвижения по нашей карьере спасателя. Вот, как видите, здесь у нас появляется у разбитой машинки набор оборудования. В частности, в первую очередь нам надо расставить конусы. Вот они у нас появляются, несколько конусов, которыми надо оградить место ДТП. А далее уже мы, ребятки, возьмемся за серьезное оборудование, которое будет позволять нам разрезать машину. Надо у нее будет оторвать двери и, помимо всего прочего, крышу спилить. Но до этого момента еще надо дойти. Понимаете, когда я только начну эту миссию, а я вам целиком ее, ребят, покажу без прикрас. Это было очень увлекательно, потому что понимаешь, думаешь, что она тебе хочет. На самом деле там все относительно просто, потому что точки, которые необходимо в данный момент скрыть, например, разжать, либо потом срезать, он все подсвечивает. Места, двери, например, они все начинают, вот как видите, дверь водительская, она начинает вот так подсвечиваться. То есть ее надо в первую очередь разжать, потом следующие двери и так далее, так далее, так далее. Ну и сейчас мы будем по мере продвижения нашей работы двигаться. Сначала будут двери, одна за другой, потом будут срезаться у нас, друзья, вот эти вот опоры крыши. Превратим наш автомобиль в кабриолет, ну и следом уже будет другая история. Вот как видите, там у нас специально лежит устройство, чтобы транспортировать нашего пострадавшего. Ну, опять же, как я повторюсь, поначалу все очень прикольно. Ну, надо привыкнуть к тому, что вот у тебя появляется вот эта горящая точка, активная, например, какая-то дверь. Ты подходишь к ней, утыкаешься и левая кнопка мыши нажимаешь на эту оборудку. Ну и все, и процесс пошел, начинается прогресс. Ну и далее от точки к точке продвигаясь, вот так вы видите, как шкала прогресса, это меняется. Ну и разумеется, видите, как выполняется ваша работа. Но, опять же, повторюсь, с первого раза, если вот как я, например, без каких-либо видео и обзоров просто нигде не пытался подсмотреть, а сам начал экспериментировать, разумеется, будут определенные затыки. Так что, друзья, не повторяйте моих ошибок и делайте вот на основании того, что я вам показываю, все проще и лучше, если вам, конечно же, интересно вот так отвлекаться от фермы, занимаясь вот такой ерундой. Понятное дело, не все одобрительно могут встретить данную модификацию, потому что она никак не связана с фермой. С другой стороны, тем, кому интересно, чтобы на площадке фермы появлялись какие-то другие занятия, несвойственные фермы, то почему, собственно говоря, нет. Да, конечно, тут ничего не связанного с сельским хозяйством абсолютно нет. Если не считать тушение тюков на поле в остальном же, это миссии в населенных пунктах, где надо тушить пожары. Это, собственно говоря, вот эти самые тюки, которые необходимо потушить. Ну, в данном случае, то, что касается у нас функции центроспаса, людей, которые на дорогах спасают пострадавших в ДТП водителях. Ну вот, ребят, двери мы отбили, теперь осталось срезать опоры. Вот опять же, я туплю, опоры имеется в виду то, на чем крепится крыша. Вот, наконец-то появляются триггеры такие, которым надо прислонить наше устройство, нажать на левую кнопку мыши, и оно будет потихонечку деблокировать водителя и отрезать. Поэтому надо подстроиться, конечно, под все это дело. Я тут еще, к тому же, эти двери отрезанные не растащил, поэтому определенные сложности у меня возникли с тем, чтобы, например, с левой стороны, со стороны водителя подойти к необходимым точкам и срезать крышу. Ну, что поделать? Вот из меня такой пожарный спасатель, особенно сынего дела, разумеется. Это все только усугубляло, друзья. Ну, ничего страшного, в конце концов, я эту миссию все-таки выполнил. Ну и, ребят, как я уже заметил, в процессе продвижения по этим самым миссиям вы будете получать все больше и больше заработанных средств от выполнения заданий. Вот сейчас мы за автомобиль получим всего-то ничего, но, разумеется, несколько таких миссий, если выполните, там и доход будет выше. Так же вот с тюками, например, у меня начиналось, когда первый потушенный тюк и первая потушенная мусорка, что там в пределах тысячи уе. Но в дальнейшем мы уже идем дальше, получаем более сложные задания. Ну и, разумеется, можем уже затушить пачку тюков, какой-то сток тюков, ну, уже где-нибудь тысяч за 10 и более. То есть, получается, продвижение существенное есть. Ну и, как видите, опять же, сами могли заметить в магазине, что стоимость оборудования, в том числе пожарные машины, на которых мы передвигаемся по карте, от миссии к миссии всего-то 1000 уе. То есть, всего-то ничего. Можно вот за счет этого малого вложения получать хороший-хороший доход, в зависимости от того, вот если вам это интересно, действительно какое-то время позаниматься. С другой стороны, думается, каждому будет забавно, просто занятно отвлечься от фермы на какой-то там, не знаю, период небольшой, 30-40 минут. И деньжат можно заработать. И так, в принципе, познакомиться с этим модом. Ну и в дальнейшем, если вам не сильно он понравится, забить на него в любом случае, не будет какого-то у вас, друзья, убытка от работы с этим модом, потому что он, в принципе, прибыльный. Он рассчитан на ваше отвлечение от сельского хозяйства. Ну и такого не самого, конечно, огромного, но, тем не менее, неплохого буста для вашего, друзья, бюджета. Это тоже весьма неплохо. И если сравнивать, например, резку вот этого автомобиля, не знаю, тушение тюков с миссиями в полях, то лучше, конечно, все-таки заниматься с чем-то подобным. Потому что миссии в полях, разумеется, они не дают огромного дохода, если мы, конечно, работаем с огромными посевными площадями. Так что, ребятки, обратите внимание, если вы искали какой-то нетривиальный способ, чтобы заработать. Ну вот срезали мы, наконец-то, крышу. И теперь надо поднести, опять же, к месту, где сидит водитель. Вот этот, друзья, носилку желтую. Сейчас мы ее подхватим. И опять же будут тупиться, ходить, думать, как же поднести к водителю. В любом случае, все закончится, на самом деле, на позитиве. Водитель ляжет на эту носилку, она пропадет. И далее нам засчитают выполненную миссию и накидают деньжат. Какие, друзья, дела? В общем, если вам интересно, обязательно скачайте этот мод с Матхаба. Либо, опять же, пройдите по ссылочке в описании к этому видео. Она также дается на Матхаб. И можете сами попробовать поработать с этим модом. Возможно, он вам, друзья, и зайдет. Ну, пока же завершается моя миссия спасательная. Я буду с вами, друзья, прощаться, как всегда, в конце своих обзоров. Я желаю вам и вашим близким всего наилучшего. Разумеется, здоровья. И, конечно же, всем нам, ребятки, мирного чистого неба над головами. Будет скучно, заходите на канал просто «Симулятор» не только в YouTube, но и в VK. Ну, а я что, друзья? Надолго не прощаюсь, разумеется. Я сейчас совсем скоро. Услышимся и увидимся. Пока-пока, друзья.